Свидание номер два. Всем большой привет, сегодня поговорим снова по свиданию. Эта тема мне очень интересна, потому что любопытно посмотреть, ну, в принципе, даже для парней это будет интересно, что может понравиться девушкам на свидании, что может не понравиться, и, ну, это чисто моё мнение, поэтому не думаю, что это распространяется на всех девушек, ну, по крайней мере, я люблю тему свиданий и что происходит обычно на свиданиях. Второе свидание было очень необычным для меня, потому что буквально какое-то время назад я очень много смотрела видео Камикадзе, Димы Камикадзе, это оппозиционер, и у меня почему-то была интересна тема политики и всего того, что происходит, естественно, тема Навального, и, если честно, если очень-очень долго смотреть хоть на что-то, хоть на чайник, можно влюбиться. Так произошло со мной. Я понимаю, что мне ужасно нравится Камикадзе, я хочу с ним встретиться, я хочу познакомиться. Блин, не знаю, мне показалось, что он очень прикольный. Мне нравилось, как он говорит, мне нравилось, как он выглядит, и он такой высокий и прикольный. И в этот момент я как раз вот этой вот эпопеей с 15 парнями у меня была, и один парень приглашает меня встретиться. Я говорю, окей, давай. Он говорит, есть одно классное место, Хука, Хука Place, это где чистые пруды, вот с той стороны. Мне нравилось это место, понравилось. Я там никогда раньше не бывала, сейчас мне нравится это очень место, и мы встретились с этим парнем, и идём в этот Хука Place, и буквально за несколько дней до этого я с ума сходил, что я хочу познакомиться с Димой. Я захожу в это место, и там он. Но он был с девушкой. Естественно, очень много подходило людей сфоткаться с ним или что-то пообщаться про политику, про Россию. И меня очень было волнительно сидеть. Естественно, я не подошла, потому что, во-первых, это свидание, как бы я пришла с парнем на свидание, скажу, ой, извини, пожалуйста, можно я сейчас туда пересяду? Вот. И я понимала, что даже если я подойду, то уже я никуда не, ну, я не уйду обратно. Вот. Поэтому я решила, что ладно, пусть эта мечта будет не исполнена. Вся моя влюблённость со временем пройдёт. И вобщалась я уже с этим парнем, с которым я непосредственно пришла на свидание. Это видео не будет практически обрабатываться. Я вот как говорю, так и будет. Мы сидели, общались, заказали кальян. Я не очень люблю кальян, потому что мне от него становится плохо. Поэтому я просто пила чай. Мы общались, и этот человек был ужасно-ужасно негативный. Именно такой вот весь... Не то чтобы тлен, но жизнь кончена. Жизнь кончена. Он очень критичен ко всему. Со всех работ его выгоняли. И он обязательно... Ну, это же нужно обязательно озвучить на свидании, когда ты идёшь с девушкой, о том, что всё ужасно, что меня везде увольняют, что я везде высказываю своё никому не нужное мнение. И вот всё это продолжалось в этом духе до того момента, как он решил озвучить о том, что он хочет сделать вазиктомию. Кто смотрел «Калифорникейши» или вообще, в принципе, в курсе, что такое вазиктомия, это когда... Погуглите! Просто погуглите. Но если вкратце, да, когда молодой человек не может иметь детей. Не уверена, временно это или не временно, но, скорее всего, это уже навсегда. Вот. Он говорил, что я не хочу детей, такой, как я, не должен оставить потомство. У меня есть брат, он уже, как бы, имеет детей, но я не должен оставить потомство. Вот. В этот момент я подумала, что надо уже спросить, как бы, а какого чёрта я здесь вообще сижу тогда? Зачем ты меня сюда позвал? Помимо того, что я не могу, как бы, скамикадзе там, как бы, да, затусить, ты ещё мне расскажешь про вазиктомию. Вот. Он говорит, ну, вот, если тебе интересно просто веселиться, отдыхать и... Веселиться, отдыхать. Человек, как бы, конченый, да, он ненавидит всё, что в этом мире, но он хочет девушку. Такая, знаете, вот идея, иллюзия единственная моя душина. То есть я буду ненавидеть весь этот мир, я сделаю вазиктомию, а ты, как принцесса, должна сидеть такая красивая, вот, с весницами, говорить, как всё здорово, а ты будешь ненавидеть всё и мои надежды, иллюзии просто уничтожать. Естественно, если так уж додумать, да, если бы я встречалась с таким парнем, то рано или поздно я бы ненавидела этот мир так же, как и он, потому что, ну, моей энергии, естественно, не хватит, чтобы вытянуть его и, вообще, с чего бы мне этим заниматься, да, почему я должна каких-то людей вдохновлять и, ну, ладно, на Ютубе я это делаю. Кого-то повеселю, кого-то я вдохновлю, но вот так вот вложиться в одного человека, который уже на первом седании говорит, что я всё, я как бы всё, но если ты заинтересована во мне и ты хочешь меня вдохновлять и радовать, при этом ничего не получать и не будешь взамен, естественно, потому что там не идёт речь о потрясающей внешности, ни о внутренних каких-то качествах. Деньги забудьте, ну что, просто я родился как Лунтик, да, вот я упал с Луны, я, хотя бы Лунтик был прикольный, да, он уникальный, а ты даже не уникальный. Для России это каждый второй такой, вот. И вот его нужно любить просто за то, что он есть. Вот, да, это было второе свидание, которое было ужасным, на мой взгляд, потому что одновременно мне хотелось быть с другим человеком, и я не позволила себе встать и уйти, пересесть к тому парню, которому мне хотелось. И я досидела, мы пообщались, он тянул это свидание очень-очень долго, он не хотел меня отпускать, потому что, конечно, нашлась дура, которая слушает это, еще улыбается и радуется, вот. И потом еще вот какое-то время он мне писал, но я поняла, что это все, конечно, круто, но мне нужно двигаться дальше, да. Так что история про вазиктомию и камикадзе Дзе это мое второе свидание, которое было неудачно. Всем большое спасибо за просмотр, поставьте еще пять лайков, если вдруг вам понравится это видео, и если вы хотите узнать продолжение о том, как меня закрыли на балконе и забыли, вот. Все, всем большое спасибо за просмотр, всем удачного, хорошего денька и всем пока-пока.